Всем доброго времени суток! В данном видео я покажу, как создать новый аккаунт в Brawl Stars и вы его сможете использовать параллельно с вашим старым аккаунтом. По сути, мы добавляем вторую учетную запись. В любой момент вы сможете между ними переключаться. Делается это предельно просто. Запускаем приложение, точнее игру. В правом верхнем углу есть значок меню. Нажимаем. Затем в самом низу есть пункт Supercell ID. Открывается такое вот окно. Нажимаем на шестренку над аватаром. Вы увидите имя пользователя и аккаунт, с помощью которого вы вошли. Для того, чтобы добавить новый, сначала нужно выйти из существующей учетной записи. Соответственно, нажимаем на кнопку «Выйти». Игровые данные будут сохранены на этом аккаунте. Подтвердить. Игра перезапускается. Выбираем вариант «Играть без подключения». Придется заново пройти обучение, потратить некоторое время. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Первый этап обучения. Необходимо придумать новое имя пользователя. Ок. Указывайте возраст. Подтвердить. Играть. Нужно будет сыграть еще одну партию. Играть. 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 на кнопку выйти снова заходим в главное меню и здесь возможны два варианта либо же последний пункт supercell id либо первый пункт настройки и здесь также есть supercell id кнопка нажимаем на нее либо там либо там можем вернуться к ранее сохраненному аккаунту либо зарегистрировать новую учетную запись принципе эта тема видео соответственно выбираем данную ссылку нет supercell id зарегистрируйтесь продолжить вводим адрес электронной почты который отличается от того который привязан к первому аккаунту подтверждаем адрес электронной почты получать новости обновления от supercell это на ваше усмотрение и зарегистрироваться теперь на вашу почту придет шестизначный код который вам нужно ввести в данную форму отправить окей выбрите имя для supercell id ну принципе мы вводили в самом начале имя она здесь и остается можно изменить можно продолжить выбираем цвет аватар и вторая учетная запись добавлена теперь мы можем зайти в настройки аккаунта выйти из этой учетной записи и войти в другую выбираем на главном экране вход и уже у нас отображается в списке несколько сохраненных аккаунтов то есть мы можем любой момент между ними переключаться я надеюсь что инструкция оказалась для вас полезной если это так поддержите нас лайком подпиской комментом на этом все спасибо за внимание